но тем не менее мы потеряли 33 человека убили тоже много убили вражеского генерала так ну давайте попробуем так франция предложила предложение приняла нам надо сделать некоторое переобучение хорошо бы нанять еще одну баллисту они потеряли значительное количество своего войска мы же смогли достойно так сказать отбить атаку все замечательно хорошо бы переобучить наших основных генералов которые да потерпели здесь такую нехорошая довольно серьезная потери очень серьезные обычные налоги увеличим а здесь 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 мы оставим все как есть поддержка из баллист я не думаю что здесь понадобится большее количество баллист они сейчас наносят защита у них лучше видите да у этих и навык повысился то лишь они точнее стреляют хорошо хорошо бы подкупить кого-нибудь может быть вот этого генерала можно было бы подкупить но сейчас мы этого не узнаем мой план заключался в том чтобы сделать форт и мы его сделаем обязательно потратимся если на нас нападут эти французы возможно они захотят это сделать то наш форт укрепить нас нанимать продолжаем мы здесь сильных сильные войска в частности нам нужны будут конечно же госпитальеры но 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 так рискнем отправим флот нейтралитетные зоны так здесь мы переобучаем наши войска которые пришли здесь нам к сожалению укрепить наши отряды нечем думаю есть резон эту конницу отправить сюда потому что потом если мы захватим торн там ее переобучим так что у нас здесь здесь мы тоже можем в общем то переобучить наши потерянные силы основные войска которые потеряли понесли потери хотя может быть переобучивать их сейчас и нет большого резона в плане конницы да давайте так сделаем чтоб уж сильно не тратится так но вот такие вот действия мы проделали у нас хоть остался незадействованным а наш вазутчик я думаю что мы его отправим в Венецию и в будущем он нам поможет открыть ворота и мы соответственно ворвемся в город и давайте для этих целей используем вот эти соединения там может понизиться конечно лояльность но нам обязательно надо использовать эти соединения наймем обязательно в Милане еще людей на которых у нас хватит денег они должны повысить лояльность скоро придут баллисты здесь найм идет полным ходом вот такой вот у нас был этот ход в принципе мы сняли осады это хорошо снять то мы сняли осады но при этом большой потери большой ценой мы их сняли и не продвинулись в плане областей но сделали важный для нас ход ускорив строительство каких-то объектов так видите да мы здесь построили форт в форте большое количество людей эта армия способна уничтожить очень значительные силы врага как минимум французы не смогут пройти мимо этого форта я думаю а мы будем готовы отразить их атаку сохранение делаем и пробуем лазутчика также прокачать нашего еще одного все это у нас получается еще одно сохранение и давайте уже делать еще один ход еще один ход что он нам принесет на нашей карте игра становится сложнее мы играем в условиях низкой низких доходов все это немножко печально но зато мы все еще держим марку не проигрываем врагу вот они пытаются опять нас осадить по всей видимости уже смотрите с небольшим количеством да войска с небольшим числом войска не думаю что у них что то получится враг под стенами они отчаянно пытаются вернуть свою территорию видимо враг знает что у меня идет подкрепление с запада в виде нескольких баллист видимо он этого опасается враг мы в ловушке мужа этих воины господь помогает странно о какой ловушке он говорит не пойму давайте согласимся а ну вот мы да союз наемников в диджоне убийцы в диджоне да тысячам ну давайте купим так торговцев ну вот мы видим угрозу с востока это монголия у нас появилась проблема в виде татара монгол что там за угроза у нас была на нас напали вот эти вот повстанцы что ли странно очень что они на нас напали так ну ладно мы идем к цели нам не нужно пока обращать внимание вот на вот эту мятежную армию у нас есть более серьезные цели нам нужно захватить торн давайте сделаем сохранение в 65 слот и посмотрим что у нас есть у нас есть армия поляков незначительная но она может оказать существенное влияние почему потому что она зашла на нашу территорию а это плохо это плохо и мы сейчас уничтожим эту армию почему потому что мы им не давали прохода армии а они уже в наглую лазит по нашей территории у них есть какие-то армии рыцари но мы их естественно заборим наши не рыцари те обнаглели лазить по территории по нашей сеть нашей позиции что-то там вынюхивать разведывать делать это нельзя естественно делаем развертывание войск объединять никого не будем сразу переходим к наступлениям отправляем нашу конницу ускоренным маршем на встречу к врагу частично отправим конницу чуть подальше враг может начать нервничать потому что это своего рода определенное окружение надо чтобы этот враг не скипишевался не как-то там дристанул нам очень важно его не упустить и добить полностью мы кажется видим что он еще и стреляет ну ладно сейчас проведем атаку очень быстро атаку в двух сторон такие чарджи небольшие врага мы убили все мы их замяли уничтожили потеряли 12 человек но зато а мы прогнали поляков с наших земель сказали им что тут делать нечего при обучать не будем возможно стоило бы здесь нанять убийцу а давайте посмотрим что у нас есть но у нас тут мало что есть на самом деле низкие налоги мы так же оставим потому что это поселение очень маленькое ну давайте может как то кузницу да она нам понадобится так продвигаем наш корабль все действуем по нашей задумке так корабль мы распускаем он нам больше не нужен ну тут умер наш и испания выдержала с нами а мы выдержали нет мы не будем крепости мы не будем улучшать мы будем улучшать пока что только города да ну вот мы видим опять да опять рыцари рыцари пусть они на нас нападают я не думаю что это нам как то помешает здесь очень нехороший инквизитор стоит возле нас возможно он уже кого то уничтожил все это весьма печально может быть что приказать вперед переобучивать здесь нам пока некого а что у нас с нашим огромным оружейным складом а продолжает строиться наем госпитальярчиков нам бы очень не помешал давайте так и сделаем французы отступили в свой город мы здесь пока находимся в нашем оплоте ну это просто смешно то что у нас напал вот этот вот полководец с баллистами мы сейчас попробуем устранить все нам ненужные цели в смысле нас явно пытается протормозить очень сильно а ладно рискнем да потянем баллисты ближе мы делаем риск такой не знаю на сколько он на самом деле оправдан будет и словно объединяем войска германцы начинают нервничать да я буду говорить только на языке сталь атаковать их сейчас будет немножко неразумно мы потеряем огромную часть своего войска ну вот мы видим уже у нас есть очень хорошие здесь новости у нас здесь имеются повстанцы и мы что сделаем что мы сделаем да так вот я пытаюсь тут приблизить этого купца к нашей цели здесь абсолютно не нужны баллисты раз не могу я их как то расформировать да если честно и крестьяне здесь не нужны надо бы всех этих крестьян отправить в город давайте наверное и баллисту добавим так вот этих вот надо обязательно уничтожить потому что они будут мешать нашей прибыли всех кроме баллист отправим на них уничтожим эти повстанцев они очень сильно нам мешают так возвращаем войска переобучивать мы пожалуй здесь пока никому не будем и я хочу вам сказать что начинается довольно любопытная игра а у нас очень не слишком хорошее положение нам нужно укреплять замки расширять их которые находятся на приграничных областях на приграничных территориях обязательно делать вот эти вот постройки какой то серьезный найм предстоит делать хорошо бы в город отправить военачальника хорошего не старого как раз вот у нас есть такой 21 летний ну вот дойдет ли он даем лагерем видите франкфурт очень хорошо охраняется даже не знаю что делать очень рискованные сейчас могут быть попытки очень рискованные германцы тут пытаются подойти поближе к нашему вот этому стефану пока я не буду разоружать этот стефан имеется ввиду малое количество людей нанимать нанимать количество людей мне не выгодно сейчас наемы делать давайте посмотрим у нас по строительству надо укрепить все наши города усилить это мы строить не будем хотя надо бы нам надо расширить наши города да где вот этот находится нет не можем да печально можем здесь пока вот так мизерные ходы делаем мизерные но они делаются очень важные очень большая нехватка финансовых средств у нас и здесь немножко болею так Венеция вот и здесь так и здесь в и здесь в и здесь и здесь в и здесь в и здесь мы Господь помогает от вас, на битву. Воины, идите приказы. О, я очень меняюсь, но очень першит горли. Так, ладно, но увидите, да? Отряды не представляют себе ничего серьезного, для исключения вот этих вот рыболейчиков. Нам понадобится конница. Адриан! 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 Адрик! Адриан! Адриан! Про полетчики не спешат атаковать нас. Хотя уже вот вышли. Наши, наверное, так как-то не уже! Мы выиграли в битву. Еще немного, и враг будет разбит. Обязательно попробуем их догнать. Не получится у нас это сделать. Уводим кавалерию. Потеряли большие потери. Некоторые лучники еще есть. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Лучники нанесли очень большой урон нашей кавалерии. Все это печально. Все это печально. Разбить нам их не получилось. Но мы все еще можем это сделать, попробовать точечными атаками. Постопим мы следующим образом. Удар и отскок. В разных соединениях. Мы выигрываем битву. С уходом. Еще немного, и враг будет разбит. Что у нас получилось? Да, у нас получилось добить этих лучников. С уходом. Уходом. Ведем по листу. Продолжение следует... Миланцы сильно нас потрепали, наших генералов потрепали сильно, используя всего лишь стреляющие соединения. Сейчас мы уничтожим их отряды. Тяжелые. Мы выигрываем битву. Еще немного, и враг будет разбит. Так, мы немножко ударили по ним, да? Давайте еще задействуем наши силы. Миланцев разбили. Треть человек потеряли. Хорошо бы с них выкуп хороший взять. Оно... Казнило. Так, что у нас здесь? Ведется строительство. Здесь найм. Ну вот мы, в общем-то, сыграли не такую партию хорошую. Ну, в принципе, я потратил много времени, больше, чем планировал, но не взял ни одной области. На самом деле это не страшно. Мы все равно провели несколько очень важных нам ходов. Сделали. Вот сейчас мы можем убийцей уничтожить какие-то. Попытаться. Давайте так и сделаем. Вот этого товарища. Убийца. Отлично. Мы немножко как бы отомстили, да? И вот у них теперь очень слабая генуя. Практически никак не укрепленная. Ну, там есть, конечно же, феодальные рыцари. Какая-то незначительная часть стрелков, копейщиков. И, если честно, я вот не знаю, они в Союзе, что ли, с ними. Давайте посмотрим. Французы. Французов Союз. Ну, не с Миланом, это точно. Так. Захватить-то Геную, скорее всего, не получится. А если получится, то французы следующим ходом нас бы разбили. Поэтому мы туда сейчас не судимся. Ну, и мы не пойдем, и будем заниматься обороной. Мы будем заниматься обороной наших областей пока что. Так, тут все нормально, все идет как надо. Вот мы увидим здесь, а что-то слишком много войска, да? Эти ребята здесь явно лишние. Хотя, в общем-то, они прокачаны. Ну, ладно, пусть едят. Так, 774, мало. Хорошо бы еще попробовать. Так, ну, давайте по ходу дела углублять нашего лазутчика, и заодно прокачивать его будем, да? В земли испанцев. Смотрите, здесь ближайший укреп территорий. В частности, меня интересуют границы, пограничные земли. В которых легче проникнуть. Ну, давайте, может быть, до сюда. Здесь мы видим большой замок Толедо. В общем-то, он не укреплен, этот Толедо. И для нас представляет весьма вакуумную цель. Думаю, что стоит этот Толедо занять в обязательном порядке. А пока, пока нас с агентов больше никаких нет, да? Пока, я думаю, надо опять проучить вот этих вот ребят, которые умели неосторожность вылезти имели неосторожность вылезти с флотов. Но есть риск, что я потом не смогу вернуть свои отряды. Давайте уже это сделаем тогда уж на следующем ходу. Попробуем, да? Пока мы не будем этого предпринимать, а то уже много времени. Завершаем 31 серию. Мы отбили две атаки. Узнали о нашествии монгола-татар. Оно уже идет. Они уже появились с востока. Эта угроза идет. Она нападет на вот примерно вот эти вот ближайшие замки, города. Тут же захватят их, естественно. будет укрепляться. И нам будет предстоит задача оборонять, занимать оборону активно. Так, ну здесь Продолжаем прокачивать наших агентов. Убийца у нас только один, но он очень хороший. Все осады мы сняли. Началась черная смерть в брюге. Это означает, что здесь карантинная зона. Нельзя никого выпускать, выпускать. Люди будут умирать. Нет смысла никого здесь нанимать абсолютно. Оставляем низкие налоги. Лишних людей надо максимально вот постараться вот перемещаем баллисты туда, где в них большая надобность. Границам Так, освобождая территории. Денег нету, мы не можем расширить что-либо пока что, да. Ну все, давайте сохраняться уже конкретно. Все, завершаем 31 серию. Вот такая вот она была. Завтра, я думаю, она будет выложена 14 числа. Ну все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Все это помогает увеличивать количество серий, дает стимул к прохождению каких-то новых игр. Да и вообще все замечательно. Проявляйте высокую активность, товарищи. Будем развиваться вместе. Вносите ваши предложения. Я на все это обязательно отвечу. Я читаю все комментарии, все отвечаю. Все состараюсь делать по существу. Ну все. До следующей встречи и до следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok